От Луки Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же став, сказал Господу «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему «Ныне пришло спасение дому сему». Потому что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. Иерихон – это проклятый город. В книге Иисуса Навина подробно рассказывается о том, как во время вхождения в землю обитованную еврейский народ наложил заклятие на это место, проклял этот город и проклял тех, которые его восстановят. Потому что этот город был очень грешный. Самым праведным человеком в городе Иерихоне оказалась в то время блудница Рахав. Все остальные по своим нравственным качествам были значительно ниже этой блудницы. Поэтому мы можем предполагать, что там были какие-то страшные злодеи. Но со временем, ко дням Иисуса Христа, этот город был отстроен заново. И Христос проходит через этот город. Это очень знаменательный образ. На самом деле, проклятым Иерихоном является вся наша планета, на которой мы с вами живем. Как у пророка Исаии сказано, от темени головы до подошвы ног нету здорового места. Язвы, раны, пятна неочищенные, не обвязанные, не смягченные ли. И весь мир, в котором мы живем, он покрыт буквально проказой греха. И вот это проклятие греха, как некая проказа, она разъедает весь этот мир. Поэтому очень знаменательно, что Христос идет именно через этот город. Ведь он приходит в этот мир спасать не праведных, а грешных. Поэтому такое его поведение, такое его действие, оно абсолютно оправданно. Он действует как спаситель. И мы, христиане, знаем, что он и в ад сходил, и облистал ад сиянием божества. Поэтому удивляться, что Христос идет через проклятый город, не стоит. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. В действительности, должность, упомянутая здесь, начальник мытарей, она только вот здесь и упоминается во всей Библии. Что это были за люди? Что значит быть начальником мытарей? То есть, скорее всего, речь идет о человеке, который отвечал за всю область, а другие сборщики податей подчинялись ему. А подать собиралась на римских оккупантов, она могла собираться на нужды храма также, она могла собираться на Ирода-Антипу, кто заказывал какой сбор пошлин, так это происходило. Поэтому, без сомнения, Закхей выглядел как коллаборационист, предатель собственного народа, который собирает подать на римских оккупантов. И, в принципе, мы знаем из древнееврейской литературы того времени, прежде всего, это тексты Мишны, что обычные евреи старались даже близко, без нужды не подходить к мытарям. Мытарь считался грязным человеком, тем более начальник мытарей, то есть самый ужасный человек в области, самый безнравственный человек в городе. И вот, некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал, видите, Иисуса, кто Он? Что значит, кто Он? Об Иисусе Христе в то время ходили самые разные слухи, домыслы. Одни говорили, что это Иоанн Креститель, который воскрес из мертвых. Другие говорили, что это один из древних пророков. То есть были самые разные мнения. Другие просто говорили, это Плотников Сын. Или фарисеи говорили, Он действует силой Вильзевула, князя Бесовского. И только ученики исповедовали Его, как Сына Божия и Христа Мессии. Закхей, казалось бы, человек, занятый таким грязным делом, сбор податей. Казалось бы, он должен был бы всецело быть погружённым в этот бизнес. Но вдруг он обнаруживается нами на страницах этого Евангелия, пребывающим в религиозном поиске. Он ищет Иисуса, и он хочет знать, кто Он. Кто Он? Но не мог за народом. Он не мог за народом рассмотреть Иисуса, потому что мал был ростом. Он был очень низкого роста. Есть старинное изображение, почти как карлик. И наверняка современники ставили Ему это на вид. Они могли говорить, этот духовный, физический, нравственный пигмей, кто Он такой? И толпа, которая окружала Иисуса, все это жители проклятого города, Ирихона и ученики Иисуса Христа, которые пришли с ним. И толпа, и апостолы мешают Закхею увидеть Иисуса, потому что Закхей мал ростом. Что же делать Закхею? Он искал видеть Иисуса, кто Он, и мы читаем о Его действиях, 19 глава, 4 стих, и забежав вперёд в лес на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо неё. Смоковница – прочное дерево, высотою от 9 до 12 метров, с коротким стволом и ветвистой кроной, способная выдержать взрослого человека. И если вы когда-нибудь будете в Ирихоне, там показывают приблизительно место, и там действительно растёт смоковница очень древняя, с которой Закхей, возможно, искал видеть Иисуса. На самом деле то, что делает Закхей, не могло не вызвать насмешки в толпе. И наверняка кто-то в своём сердце уничижил Закхея, и этот хочет видеть Иисуса, и этот, смотрите, полез на дерево, этот чёрный, мрачный коллаборационист, он хочет видеть Иисуса. Вся толпа, в общем-то, собралась, чтобы видеть Иисуса, они толпились вокруг Него, но Иисус пришёл в этот город только ради Закхея. Представьте себе Смоленск во время немецко-фашистской оккупации. И там живёт какой-нибудь полицай, который вышибает деньги для немцев, и вдруг он начинает проявлять религиозность. Какое будет отношение? Обычно мы говорим таким людям – тебе это не поможет. Ты такой страшный грешник, чего бы ты ни делал, как бы ты ни старался, тебя ждёт ад. Иначе в мире нету справедливости. Ты столько причинил страдания людям. А Закхей, как мы выяснили, он был не просто мытарь, он был начальник мытарей и человек богатый, то есть вор, который воровал часть этих податей и оставлял у себя. И мы читаем далее, когда Иисус пришёл на это место, но сначала давайте представим, Закхей сидит на спокойнице. Во-первых, Закхей никогда не видел Господа Иисуса. Толпа приближается, и визуально отличить Иисуса от других было очень сложно. Они одевались все приблизительно одинаково в то время. И Закхей сидит на этой смоковнице, на этом дереве, и он волнуется, он думает, а увидит ли он вообще Иисуса? Толпа колышется уже под этой смоковницей, а может быть, он примет за Иисуса того, кто не есть Иисус. Такая опасность всегда существует. Принять за Бога то, что не есть Бог. Я вам как-то объяснял, почему ангелы Божьи закрывают лики, когда взывают к Богу «Свят, свят, свят», а не боятся принять за Бога то, что не есть Бог. Потому что мы не можем поставить на место Бога ничто. Христос истинный, Бог и жизнь вечная. И волнение Закхея – это религиозное переживание этого грешного человека. Без сомнения грешного человека. Но он искал видеть Иисуса именно потому, что он был грешным человеком. Кто-то в этой огромной толпе искал видеть Иисуса, чтобы задать ему какой-нибудь, может быть, теологический вопрос, галахический вопрос по закону Божию. Закхей не думает о теологии, о галахе, он ищет спасение. А если Христос пришёл в этот мир спасать грешных, и он пришёл в этот проклятый город, то вполне логично, что он пришёл к Закхею. В толпе были, конечно, книжники, фарисеи, которые думали, какой бы вопрос задать Христу Иисусу. Были обязательно римские центурионы, которые следили за порядком. При большом собрании народа они должны были там находиться. Но Иисус пришёл в этот город, приближается к этой смоковнице. Иисус видит только одного человека – Закхея. И мы читаем, Иисус, когда пришёл на это место, взглянув, увидел его. Совершенно очевидно, что, как Бог, Он увидел его значительно раньше. Он увидел его душу, ещё не входя в этот город. А теперь они встречаются глазами. Иисус, когда пришёл на это место, взглянув, увидел его и сказал ему – Закхей. Господь знает Твоё и Моё имя. Господь знает имя каждого человека. Никто из учёных не может точно сказать, сколько звёзд на небе. Звёзды собраны во Вселенной, в огромной галактике, где миллиарды и миллиарды звёзд. И таких галактик – миллиарды и миллиарды. Но в Библии сказано, что Бог каждой звезде на небе даёт имя. Тем более, каждому человеку. Когда Бог творит человека, в Библии сказано, из праха земного вдыхает в ноздри его дыхание жизни, и человек становится душою живой. Итак, Христос обращается к одному жителю Иерихону. Толпа не представляет интереса для Христа, потому что она не интересуется Христом. или если интересуется, но каждый по-своему не в том смысле, в каком надо выстраивать отношения со Христом. В наше время церкви предъявляют много претензий. И от церкви требуют одно, другое, третье, четвёртое, пятое. Но на самом деле единственное, что церковь должна являть этому миру, это образ Христа. Всё остальное случайно не имеет важного значения. Главное, главная церковь, как тело Христово, проповедует о Христе, причащает людей телом и кровью Иисуса Христа, осуществляет миссию примирения в других таинствах. Примирение с Богом Отцом через Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа. Итак, Христос говорит, Захей, сойди скорее, «Ибо сегодня надо бы на мне быть у тебя в доме». Представьте себе, кто-то бы из нас услышал такие слова «Сойди скорее! Сегодня мне надо быть у тебя в доме». Вы слышите? Христос хочет быть в твоём доме. Ему мало того, что ты приходишь в храм, а твои сыновья, дочери, внуки, правнуки, Христос хочет быть в твоём и моём доме. Но прежде всего Он хочет проникнуть в дом нашей души. как сказано «Верую вселиться Христу в сердца наши». Захей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы на мне быть у тебя в доме. Вы, конечно, помните, что Христа всё время упрекали за то, что Он ест и пьёт с мытарями и грешниками, особенно с мытарями. А Захей – не простой мытарь, это начальник мытарей. И, конечно, такие слова Христа они могли покоробить кого-то из этих людей. Но каково действие самого Захея? Оказывается, Христос знает его по имени. В библейском понимании назвать имя человека означает подчинить своей власти. дать имя новому человеку, поменять вектор его жизни. И мы читаем действие Захея. И он поспешно сошёл и принял его, то есть, Христа, с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он, то есть, Христос, зашёл к грешному человеку. Все начали роптать. Возможно, ропот был даже среди апостолов. Не только книжников, фарисеев. Ведь для всех этих людей Захей – проклятый человек. Правда, они забыли, что они все живут в проклятом городе. И когда мы какого-то человека выделяем и говорим, он самый грешный, он самый ужасный, мы забываем о том, что мы живём на земле, которая проклята Богом. помните, когда происходит убийство Авеля Каином, Господь проклинает землю, которая отверзла уста свои и приняла кровь Авеля. То есть, она как бы соучаствовала в преступлении против Авеля. Мы не можем превозноситься над другими людьми. Мы все под проклятием греха. Верующие от неверующих мало чем отличаются на самом деле. Кроме того, что у нас есть спасительные средства, таинства, которые меняют нас, преображают нас, преосуществляют нас, прилагают нас из состояния чад гнева в состоянии чад Божьих. И теперь спасение приходит в дом Закхеев. И смотрите, что происходит с Закхеем. Восьмой стих. Закхей же став, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. На самом деле, таким образом, Закхея отказывается от всего, что он имеет. Половина – это то, что он наворовал, а другую половину воздает в четверо, у кого он наворовал. – это настоящее духовное перерождение этого человека. И так он говорит в четверо будет возмещать нанесенный ущерб. На самом деле, Законом Божьим в случае воровства и предписывается возвращать не то, что украл, а в четверо. Это исход, книга исход 22 глава 1 стих, 2 царств 12.6, притчи 6.31, то есть надо возмещать. И закон Моисеев поясняет в четверо. То есть Закхей знает закон Божий. Он читал Писание, он читал пророчество о Христе, но жизнь его сложилась не так, как он мог, исследуя Писание, представлять, какой она должна быть. Поэтому Закхей – это религиозный человек, но грешник. на самом деле самые несчастные люди на земле – это люди, которые не могут жить в соответствии с идеалами собственных вероубеждений. Но когда Христос входит в дом Закхея, жизнь этого человека меняется. Он становится другим человеком. Он становится новым человеком. И Христос прямо говорит, мы читаем девятый стих, Иисус сказал ему «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он, то есть Закхей, сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшего». Христос говорит, что ныне пришло спасение дому сему. Дому не в смысле здания. Еврейское слово «бейт», «дом», означает всех членов семьи. Закхей был серьезной нравственной проблемой всех членов собственной семьи. Он был вор, он кормил всех от своего вороского бизнеса. Теперь Закхей станет благословением для членов своей семьи. И мне придется краснеть за него. Это будет цадик, праведник. Почему Христос напоминает, что он сын Авраама? Блаженный Феофилакт объясняет так. Авраам поверил Богу и Бог вменил ему это в праведность. Не жизнь Авраама, а его веру. С Хеем происходит то же самое. Закхей имеет за плечами ужасную жизнь, ужасную во всех отношениях, но он поверил Богу в его сыне, во Христе. И Бог вменил ему это в праведность, как и Авраам. Этот текст Закхея, он читается в преддверии Великого Поста, мы все помним. Там несколько Евангелий воскресных, Евангелие о Закхее, самом плохом человеке в городе. Евангелие о мытаре и фарисее, о самом плохом прихожане мытаре, Евангелие о блудном сыне, о самом слабом звене в семейной жизни. И все эти Евангелия, они приуготовляют нас к осознанию очевидной истины. Да, может быть, ты самый худший человек в городе, в котором ты живешь. Но если при этом ты ищешь Иисуса, Христа, Господь найдет тебя. Может быть, ты самый слабый звено в собственном доме, в семье, как блудный сын, который взял имение, расточил все же распутно, но если при этом ты встанешь и скажешь пойду к отцу, отец выйдет тебе навстречу. В притче о блудном сыне отец выбегает навстречу к сыну. Может быть, ты самый плохой прихожанин, как в притче о мытаре и фарисее. Там образцовый прихожанин, это, конечно же, фарисей, но если ты бьешь себя в грудь со смирением и говоришь «Боже, милости буди ко мне грешным», ты пойдешь оправдан более, чем нежели религиозный ханжа фарисей. Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. милость и т. Продолжение следует...